Вот открытая биопсия была. Вот она даже чувствуется. Пособие и 3000 рублей алиментов. Елена Антонова мать-одиночка. Живет с двумя дочками. Старшая пошла в школу, младшая давно не ходит. У пятилетней Маши онкологическое заболевание. Опухоль появилась на ноге, когда малышке был. Всего годик с лишним. Она плачет, живот болит. 50 граммов каши и так каждые полчаса. Ей сама пятилетняя Маша не хочет. Мать вынуждена вводить еду через зонт. Пьет также через трубку. Последние полмесяца Елена вместе с дочкой жили в палеотивном отделении детской больницы в Энгельсе. Когда срок закончился, их выписали. Лечиться на дому женщина не хочет. Ей наблюдение нужно. Ей помимо планового препарата, таблетки, идут уколы еще обезболивающие. Постоянно ее наблюдать надо, потому что состояние тяжелое ребенка. Мы лежим в отдельной палате, но она так громко не кричит там. Она даже не то, что громко, она вообще не кричит. Она просто мне говорит, зови медсестру. Энгельская детская больница. Здесь единственное в регионе палеотивное отделение. Малышей сюда привозят со всей области. От Пугачева до Алгая. По словам главного врача Михаила Черника, пока в отделении всего 10 коек. Это рожденная патология. Это рожденная патология и она не излечена. Выписали Елену с дочкой, потому что дома им лучше. В этом уверен главврач. По словам Михаила Черника, дело не в финансировании и отчетах. Просто дети здесь долго не задерживаются. Хотя есть и постояльцы. Четырехлетнюю Полину медики называют родной. Она в отделении с рождения. Родители к ней не приезжают. Там в палате есть туалет, есть кровать. Но ребенок в этой ситуации лишен общения со сверстниками. Поэтому мы сознательно в этой ситуации ограничиваем ребенка в плане развития. Мы не знаем, сколько суждено прожить. Кому-то месяц, кому-то год. Но когда мы переходим на стационарные условия, мы фактически ребенка на всю жизнь кладем в больницу. Чтобы пациенты могли достойно прожить оставшийся кусочек жизни, необходимо больше финансирования, чем сегодня. В этом уверены многие эксперты. Больные раком в основном лечатся дома. В одном только Саратове. Коек в онкологических отделениях всего около полусотни. Бывают случаи, когда родные не хотят, чтобы дети умирали дома. Ну, ребенка, как сказать, ну, понимаете, он вызывает более жалость. Потому что это маленький ребенок, и в голове не может уложиться, что вот такой ребенок может заболеть онкологией. И ему осталось жить там считанные недели, месяцы. Это страшно. Когда человеку 72 года, да, человек вроде уже пожил, но все равно нельзя так относиться к людям. Елену с пятилетней Машей сегодня вернули в Энгельс. Врачи перевезли их в ту же палату. Лежать мать с ребенком будут сколько захотят, заверили медики. Правда, проблему это не решит, уверены большинство экспертов. В городе нужны палеотинные диспансеры и хосписы. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.